Хочу прочитать всем знакомые строки, но эти строки потрясающие. За эти строки умирал Христос. Когда сегодня уже кто-то спросит на любую ситуацию, что делать, открывай Библию. Когда я раньше своим детям объяснял, что в Библии есть все ответы, а не как? Есть все ответы? Абсолютно все. Нет вопросов, у которого здесь нет ответа. Просто нет. 132-й псалом. Песнь восхождения Давида, а в других переводах написана песнь восхождения в храм. Но Давид, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Это, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронова, стекающий на крае одежды его. Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки. Смотрите. Первый стих говорит, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. И я не первый день в церкви, и я знаю, что есть такие проблемные люди, что никогда не придет мысль, как хорошо и как приятно жить братьям вместе или сестрам, или теми другим. Есть очень разные люди, потому что есть пшеничка, а есть плевелы. И мы не можем эти плевелы выкинуть, потому как Господь ясно сказал, что доверьте это Богу, Он это делает в свое время. И здесь получается, что Псалом написан, дошел тысячи лет прошел. Четко читаем, уже Новый Завет, это книга Псалмов. А слова эти никто не вычеркнул. За все эти тысячи лет сколько было всего инквизиции, всяких вещей. Уже давно кто-то, давай вычеркнем. Потому что это не соответствует реальности. На самом деле, мы живем в реальности Божьей. Вот почему мы можем как несуществующие, несуществую называть как существующим. Потому что из нас никто небо не видел. Но мы знаем, что оно точно есть. Мы духом усыновления взываем Ава-Отче. То есть мы Бога называем Ава-Отче. И как это объяснишь словами? А никак. Но ты четко знаешь, внутри тебя, когда ты у Бога просишь прощения за свои грехи, написано, что Он прощает. Мы же не увидели какую-то судебную книгу или что-то. А мы знаем, что это абсолютная правда. Так и здесь. Как хорошо и как приятно жить вместе. Что это значит? Это значит, что это реальность. Не вымысел, не искажение, не что-то. Просто к этому надо прийти. И поэтому в Новом Завете уже говорится, что когда сходитесь, и у каждого из вас, там написано у каждого, и там целый список псаломы, откровения, назидания или что-то так. Все сие да будет к назиданию. Это что надо? Это получается то, что я получил от Бога. Если я получил, то я должен это так принести в собрание, чтобы люди получили назидание. Не добить их, потому что иной раз бывает, сидишь, какой-нибудь выйдет человек, слушаешь, вроде слова из Библии, а они тебя добивают. Ты не поднимайся от их, как будто ты вообще думаешь, да я вообще тут, я не знаю, что тут сижу. Потому что я полностью не подхожу ни под что. И что теперь делать? Так вот читаем, что все сие да будет к назиданию. Когда от Бога получаешь, надо еще научиться донести, надо научиться преподнести, надо научиться, чтобы не испортить, как одна сестричка, помню, еще на Украине, а она от Господа слова ей давалась. И Бог мне говорит во время молитвы, сейчас она тебе слово скажет, прими. И видно, что она молится, ручки подняла, все. И она подходит после служения и говорит, ты подошла, я уже готов. Она подошла, подошла, говорит, брат, помни, Бог есть любовь, и вот так пальцем помакала у меня. Я плакал несколько месяцев и говорил, Господи, что не так со мной? Разве я не помню, что ты есть любовь? Просто этой сестричке я не очень нравился. И она добавила пальчик. А надо было сказать другое, те же слова. Сынок, помни, что я для тебя есть любовь вечная, без пальчиков. Потому что на тот момент я уже у кого возможно перепросил прощение, я уже покаялся, я уже управлял все пути и так далее, и так далее. То есть я уже приложил максимум усилий, чтобы быть угодным Господу. И мне вот так Бог с пальцем. И тогда я понял, что в один день, когда я плакал опять на молитве, я говорил, Боже мой, что не так? Где? Что мне поправить? Оказалось, что Бог уже мне без пальчика напрямую сказал, сынок, я возлюбил тебя любовью вечной. Помни это. Я возлюбил тебя любовью вечной. Пальчик не нужен. А потому что может быть личная симпатия, антипатия, и никогда не получится, чтобы нравиться всем, и чтобы тебе нравились все. Вопрос не в этом. А вопрос в том, чтобы правду Божию, что как хорошо и как приятно жить, братья, вместе, что это донести, чтобы понять и здесь в голове, и в сердце, что это правда. Вот как передо мной брат сказал, что враг хочет навредить, испортить, исказить, а Бог хочет донести правду, что это никогда... Некоторые думают, а, только на небе. Почему? Здесь не говорится, что только на небе. Как хорошо и приятно жить, братья, вместе. И потом идет сравнение, что имеется в виду. На что это похоже? Это, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову. Вау! Но в Завете говорится, если ходим во свете, подобно как он, только некоторые думают, что ходят во свете, а такое творят, что там света, не знаю, там ты увидишь что-нибудь или нет. И я не об этих, подобно как он. То есть, если ты ходишь во свете, подобно как он, то имеем общение друг с другом. И я сегодня утверждаю, полной ответственностью, что если нет общения, рассмотри свою жизнь. Что не так? Не надо истерики, или там в крайности кидаться, а просто сядь подумай, что не так. Если нету этой хорошести и приятности, она должна быть. Это нормально. Понимаете? Потому что есть вещи, которые надо достигать. Как я, когда показал, читал апостола Павла, он говорит, достигайте любви. Я был в шоке от этих слов, потому что тогда я понимал, любовь либо есть, либо нету. Как ее достигать? Это что? А сейчас прошло 30 лет, я уже начал понимать. Да, действительно. Вот, совершенно верно, братья, да. То есть, и надо всегда помнить, хочешь достигать любви, то достигаю не за счет других, а за счет себя. Ты должен понимать, если ты хочешь достигать любви, значит, мои привычки и предпочтения в минусах. Всегда против шерсти, как говорят простые люди. Потому что ты по-другому не достигнешь. Всегда надо жертвовать своими интересами. Только так ты достигнешь любви. Никогда не достигнешь за счет других. Поэтому Христос смирил себя до смерти. Не людей смирил, а мог бы, если бы захотел. А себя смирил до смерти креста. Себя смирил. И видите, как Наполеон в мемуарах писал, говорит, я воевал всю жизнь, завоевал маленькую часть мира, кровью, потом, убийствами, оружием. Говорит, а Христос любовью завоевал весь мир. Вот так Наполеон на острове, говорят, в мемуарах написано, что любовью весь мир, потому что любовь – это оружие, против которого нет противоядия, нету оружия. Потому что, когда ты в любви, тебя убивай, а ты же будешь любить. Почему Стефанчика убивают, а он видит видение? И говорит, отче, не вмини, потому что там стоял Саввел, который одобрял убиение. А лицо, что было, как лицо ангела. Ах! Потому что все же прекратятся, и язычки, и знания, и все. Поэтому пишется, что это, как драгоценный елей на голове, на голове, стекающий на бороду, бороду Аронову. Представляете, с братьями общения этот елей, тебя помазали. Ты помазанный, как Аарон. Потому что на голове истекает аж по бороде. Ты думаешь, как быть угодным Богу. И в одном месте написано, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, чтобы быть исполнены всею полнотою Божией. Кто-то ищет это в дарах, кто-то еще в каких-то особых молитвах. Это прекрасно. Молиться надо, дары нужны, все нормально, мы же церковь. Но там написано, уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову. И тогда ты исполняешься всею полнотой. Что значит уразуметь? Уразуметь – это то, что становится частью меня. Ты уже никогда не можешь. Сегодня часть побудет, а завтра нет. Вот тут меня же уже надоели все. Так что есть великая перспектива. Очень настоящая. И это все процесс непростой. Потому как Аарон был, и он был помазан, и все. А Тельца, когда Моисей отлучился на гору, так и ж вылил, когда Моисей спросил, ты что такое сделал? Он говорит, ну кинул в огонь, так получилось. Ну уже столько лет человеку, что это за ответ? Кинул, так получилось. Моисей в порошок, говорит, стереть этот. Да, поэтому можно жить в иллюзиях, а можно в Божьей реальности. Поэтому мы же ожидаем то, чего не видели. Ожидаем. Потому Бог ей говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Он разве сказал, что я не отвечу? Или я подумаю, может, когда-то. Кому-то отвечу, кому-то. Он говорит, воззови ко мне. Вау. И я отвечу тебе, и покажу великое и недоступное, чего ты не знал. Вот такое общение братское, это великое и недоступное. Прошли тысячи лет. И что, взять весь предыдущий опыт и сказать, но не выходит. Ничего. И наше спасение тоже не выходит. Хоть сколько мы неверующие, хоть в третьем колене, хоть в пятом. От этого мы не становимся такими, что нам спасение возможно. Оно возможно только Богу. Будем ли мы ослабевать? Нет. Зачем это нужно? Столько бороли, столько терпели, столько верили, столько смирялись. Сейчас все брось. В этом даже логики нет. Будем дальше делать. Поэтому он говорит на бороду Ааронову, стекающие на края одежды его. В другом переводе говорится на воротник. Я раньше думал на все, но в другом увидел, сегодня утром перечитывал. Ну, края одежды стекающие, на края одежды. Столько елея, вопросов нет. Не к тому, что там идешь в общение, иди во свете. Потому что, если ты кто-то сейчас заблудился и там где-то свет выключил, твой свет, Бог же говорит как, что не прячут свечу под что-то. Вы соль, вы свет. Притом, когда говорится миру, то, знаете, бывают люди, которые сидят в собрании, а там полный мир. Там Бога нету. Может, они уже лет 10 ходят в собрание, а там на жизнь посмотришь, там такое вообще происходит, что там трудно разглядеть Бога. Поэтому не надо вот эти деления. А, в собрании не ходят или не ходят. Потому что, если будут собираться люди, я вот такой, а приехал, а потому что приехал с удовольствием. Это меня палкой, никто это сюда не гнал. Никто не говорил, это ты должен, Боже, служение. Да я не из долга это делаю, а потому что из радости, из расположения сердца. Потому что пришли в собрание, поговорили о Боге правду. Мы же тут друг дружку не обманываем, мы просто читаем Божье слово, которое является абсолютной правдой. И здесь вот так говорится, стекающие на края одежды его. И еще сравнение, третье, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. А мы же знаем, что Сионы, это прообраз церкви, горы Сионские. И мы знаем, кто может жить на горе Господне. Есть целый Псалом. Кто может там обитать, кто пребывать. И там идет целый список, кто может это делать. Наш же Бог призвал к добрым делам. Поэтому что-то мы уже можем делать, а что-то не получается. И что теперь? Смотреть на то, что не получается. Ну, а мы будем на Бога смотреть. Он пришел своими, свои не приняли. И так еще сказано, вежливо не приняли. Издевались и убили. И он же все равно пришел. Все сделал. Теперь мы счастливые люди. Потому что он не посмотрел на правду человеческую. Он смотрел на правду Божью, что она состоит в том, что написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А, это интересно. И читаем дальше. Я не знаю, что там за роса, но, наверное, она какая-то особенная. Потому что, если бы она не была особенной, то Ермонская, как она каких-то, сходящая на горы Сионские, это что-то особенное. И последние слова. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Где? На Сионе. Где? В Церкви Божией. Некоторые говорят, а что, обязательно в Церковь ходить? Ну, знаете, вопрос такой, что в откровении написано, говорят, как ангел сказал, что ты живешь там, где престол сатаны. Но не говорится, из-за этого не ходи в Церковь. Понимаете? То есть собрания ты можешь найти себе, пусть нас немножко. Я как бы люблю большие собрания, но 30 лет, сколько я был в больших собраниях, тяжеловато в них почему-то. Потому что ты как бы, ну, не знаю, сошлись и разошлись. Неплохо так, в общем. А получается, что в маленьких собраниях проблемы или не меньше есть тоже свои детали, потому что все как бы видно. Но к тому мы Библию читаем, что если написано, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Как этого достичь? Как к этому прийти? Как сделать так, чтобы апостол Павел написал «И Бог утешающий и смиренных утешил нас прибытием Тита». А, вау! Братик какой-то прибыл и Павел утешился. Ну, как такого человека утешить? Он и так такой сильный, очень в Боге был. А оказывается, ему тоже надо утешение. И Бог утешил прибытием Тита. Он так и написал. Что сделал тот Тит, неизвестно. Как он что? Но когда мы пребываем в общении, радуются ли люди? Или говорят «Ох, опять проблема». Мы должны так себя вести, чтобы действительно быть как вот это вот, потому что как краса это. Чтобы, потому что заповедовал Господь, ибо там заповедал благословение и жизнь навеки. там, в Церкви Божией, нету других мест, нету других возможностей. Много раз люди задавали мне вопрос, а есть как-то возможность? Ну, чего только Церковь? А я говорю, я не знаю, как тебе сейчас так ответить, чтобы ты понял, но Церковь есть тело, а Христос – глава. То как же палец отсеки, но то он полежит, да и все, и умрет. Так что надо искать возможности. Бог говорит, как хорошо и как приятно. Если еще что-то неприятно, вооружись Божьим вооружением. Потому что мне, например, помогает одно, когда есть люди, ну, скажем, в больнице, да, и заходят доктора, медсестры, всех обслуживают. Никто не говорит, а этот вредный, пусть лежит, умирает. Никто так не делает. А в Церкви, если есть такое, ну, или такая, ну, что, мне теперь из-за этого не ходить, что ли, в Церковь? Или быть злым каким-то? Просто, конечно, надо научиться реагировать правильно, все. Это тоже непростой момент. Просто главное не ожесточаться никогда, потому что Бог терпит нас. Так, что мы никакого человека в пример не можем поставить. Так нас Бог терпит. Не обязывает ли это нам тоже воспитывать в себе это терпение, чтобы Бог прославлялся. и мы дошли до того. Я же приезжаю вот сюда, и мне братья Юра и Федор, они же мне как родные почему-то. Я же понимаю, что это не из-за того, что мы сутками проводим время. Просто есть восприятие. Хотя может даже и хорошо, что мы сутками не проводим время, потому что проводили, то точно бы понаходили друг дружке что-нибудь не то. Так что да поможет нам Господь понимать, что хорошо и приятно жить братьям вместе. Не будем вот это как зубная боль. Все целое, зуб один болит, и ты уже с таким лицом, что уже думаешь, что там, а то просто зуб болит. Так что бы у нас ни происходило, у нас, как у Стефана, должно быть лицо, как ангела. Это я говорю себе в первую очередь, потому что так досадно, когда лицо другим становится, потом так горько, и думаешь, ну зачем, ну какой в этом смысл, ну вообще, поэтому да поможет нам Господь. Аминь. Господи, благодарим Тебя, что правда Твоя пребывает вовек, что Слово Твое, оно превыше всего, и Ты бодрствуешь над тем, чтобы это Слово исполнилось даже до йоты, до мельчайшего знака буквенного. Мы благодарим Тебя, что надеясь на Тебя и уповая на Тебя, полагаясь на Тебя, мы можем иметь в себе обетования Твои и с дерзновением стремиться к этому во имя Иисуса Христа, потому что Ты сказал, что кровь Христа омывает нас, потому что Ты страдал за то, чтобы дать нам Духа Святого, чтобы Ты даровать нам будущность, надежду, которая не постыжает. Господи, мы несовершенные люди, но Ты совершенный Бог, поэтому благослови нас, Господи, иметь это разумение, иметь это, чтобы действительно мы понимали, как себя вести, как поступать, и как обращаться с людьми во всякой ситуации, чтобы мы не были глупыми, а были благоразумными. Ты обещал, что Дух Твой Святой научит нас всему. Научи нас, Господи, пусть имя Твое прославится, и пусть вся хвала будет только Тебе, небесному живому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.